Приветствую всех вас на моем канале. Это видео записано по просьбам моих уважаемых зрителей и подписчиков, которые посмотрели ролик про то, как заряжать аккумуляторы от розетки 220 вольт, в котором я показал даже вот такое защитное устройство, которое отключает и включает питание аккумулятора автоматически. Это устройство сделано на лампочках и терристорах, оно небезопасное от 220 вольт, поэтому пояснять я буду на более безопасной схеме. Допустим, мы заряжаем аккумулятор от блока питания всего лишь 12 вольт. В качестве блока питания у меня будет выступать вот такой вот литий-ионный аккумулятор. А имитацию заряда мы будем проводить с помощью вот такого вот резистора. Резистор, как вы знаете, при повороте ручки изменяет свое сопротивление. Система защиты собрана на основе реле резистора, и в качестве индикатора у нас используется вот такая лампочка. Она является индикатором тока, мы могли бы подключить, конечно, амперметр, но так будет веселее, так будет интереснее. Куда бы подключался аккумулятор в этой схеме? Аккумулятор в этой схеме подключался бы вот в это место. Разницы нет, так как сеть у нас последовательная, цепь у нас последовательная, то ток, который протекает в этой цепи, он одинаковый для всех этих устройств. Поэтому имитацию сопротивления, увеличивающегося вот на этом аккумуляторе, мы будем делать с помощью резистора, как я уже сказал. Я продемонстрирую автомат защиты, который, ну, во-первых, может защитить аккумулятор от перезаряда, потом он может помочь сделать автоматический заряд нашего аккумулятора, который мы пытаемся восстановить с помощью большого тока, с переходом на малый ток. Можно сделать наоборот. Все зависит от вашей фантазии и от такого реле. Реле обычное, с двумя группами контактов, одни из которых нормально замкнутые, а другие нормально разомкнутые. Схема устройства банальна и проста. То есть, выглядит она вот так. Сейчас я его включу, покажу, как оно сработает, а потом объясню саму работу этой схемы. Давайте изобразим, что будто бы мы включили аккумулятор, у нас загорелась вот такая лампочка, и мы переводим систему в дежурный режим, чтобы она сама следила за состоянием аккумулятора, то, как он заряжается. Если у нас у аккумулятора вдруг произойдет увеличение сопротивления, сейчас мы вот движочек подвинем, то наша схема возьмет и отключит одну из группок контактов. В обратную же сторону бесполезно, то есть, яркость, конечно, меняется, но пока мы не заведем кнопочкой нашу систему, она не будет срабатывать. То есть, подключили аккумулятор, взвели систему и ждем, пока лампочка снова не загорится. Давайте попробуем, вот если у нас аккумулятор набрал заряд какой-то там, и происходит там его закипание или прочее, попробуем снова запустить. Снова система не запускается, лампочка показывает нам, что ничего не происходит. Как это работает? Давайте это дело снова еще раз взведем. Так вот будет интереснее, лампочка типа не горит. Вот, все красиво, все работает, но как? Один из вариантов этой схемы вот такой. Я специально закрываю пальцем этот резистор, он нам не нужен. Итак, мы хотим заряжать аккумулятор, при этом, чтобы автоматически аккумулятор при достижении определенных напряжений, то есть, когда он уже наберется достаточной энергии, и на нем повысится напряжение, опять-таки упадет ток через катушечку реле, отключался. Как это сделано? Вот у нас есть группа контактов, которые в обычном состоянии нормально разомкнуты. Для того, чтобы вот эта схема сработала, если ее просто так вот включить без всяких лампочек, то ничего не произойдет до тех пор, пока мы не нажмем вот эту кнопку. Вот эту красивую большую черную кнопку. Можно было и красную. Когда мы нажимаем эту кнопку, у нас идет ток через катушечку реле, и реле самовзводится. То есть, электромагнит включает вот эту вот группу контактов, и тогда уже отпустив кнопку, у нас электромагнит все равно остается запитан через свои же контакты. Как вы знаете, у реле две группы контактов, нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Это у простого. У более сложного их аж 6 выводов, которые организуют нам две группы. Две по три, или три по две. Кому как больше нравится. Вот. Таким образом, мы реализовали систему защиты, такую, как я показывал в предыдущем ролике. То есть, мы взвели систему, заряжаем до тех пор, пока аккумулятор не набирает достаточно энергии и не перестает пропускать ток. То есть, падение напряжения на нем обеспечивает меньший ток через катушку реле. Реле расслабляется и, расслабившись, выключает всю эту систему. Все. Дальше, пока мы не нажмем кнопочку, эта система работать не будет. Опять-таки, если аккумулятор у нас заряжен и имеет достаточно большое сопротивление, больше заряд не берет, сколько бы мы не жамкали эту кнопочку, заряд он брать не будет, потому что реле не сработает. Это один вариант. Теперь, на основе этой же схемы, я специально нарисовал ее так просто, чтобы можно было понять всем, даже суперблогерам, с резистором. Что произойдет с резистором? Вот тут ситуация немножечко иная. Мы кнопочкой взводим вот эти вот контакты. То есть, когда мы нажимаем эту кнопку и замыкаем эти контакты, автоматически через аккумулятор происходит тот же самый процесс, который я только что рассказал. Вот. И аккумулятор заряжается достаточно большим током, который пропускается через катушечку реле. Это не килоамперы, ребята, не сотни ампер, не десятки ампер. Это среднестатистический ток, которым подзаряжают обычные аккумуляторы. Все зависит от катушки вашего реле и от того, какое реле вы применили. Пятивольтовое реле пропускает ток до 2 ампер. Можно другое реле, то есть паспорт реле как раз вам и подскажет, можете вы его использовать в такой схеме или нет. Либо же вы будете использовать его немножко по-другому. А как? А вот смотрите, что произойдет вот в этой схеме, если у нас вдруг мы ее взвели, аккумулятор заряжается до определенного предела, а потом достигнутый предел выключает этот выключатель, но ток у нас не прекращается. У нас малое сопротивление, специальное, достаточно мощное, чтобы ток протекал и через катушку, и через сопротивление, и подзаряжал аккумулятор. Такая система позволит вам некоторое время заряжать аккумулятор большим током, который позволяет катушка реле, а некоторое время слабым током, который протекает через такой резистор. Тут может быть лампочка. Сами понимаете зачем, сами понимаете где. Это лишь из вариантов один, потому что я сделал вот такой вот квадратик, чтобы его наглядно можно было любому человеку нарисовать, показать и посмотреть. То есть можно сделать без резистора, можно сделать с резистором. Теперь, три группы контактов. Как вы понимаете, вот мы подключать питание, которое будет заряжать аккумулятор, можем да куда угодно. То есть вот у нас три группы контактов, одни из которых замкнуты, а другие разомкнуты. И когда срабатывает наша система, мы можем либо включать через резистор что-нибудь, уже минуя катушечку реле, либо включать напрямую, сколько блок питания выдает на аккумулятор. Все зависит от того, куда вы подпаяете эти провода. В данной схеме все последовательно. Но кто вам мешает воспользоваться второй группой контактов и уже заряжать аккумулятор не непосредственно через вот эту цепь, а немножко иначе. Если кому-то непонятно, и то, что я рассказал, вы нарисовать сами не сможете, ради бога, напишите в комментариях, я объясню, покажу, как это весело и здорово работает. Ну, и желаю вам удачи в заряде аккумуляторов, ну и в прочих самоделках, которые помогут вам и вашему умному дому. На этом все. Пока. До следующих встреч.